Что будет, если выпить слабый раствор соды? Какими свойствами обогатит щелочной напиток лимонный сок? Как правильно смешать воду с содой и лимонным соком? В каких случаях полезна такая смесь? Кому противопоказано? Смотрите видео до конца, расскажем о напитке, который рекомендуют употреблять диетологи. В организме человека поддерживается стабильное кислотно-щелочное равновесие. То есть для нормальной работы каждой клетки pH жидкости организма человека должен находиться в пределах 7,35 – 7,45. Сдвиги в ту или другую сторону приводят к неблагоприятным последствиям. Наиболее часто происходит закисление организма, возникает переизбыток кислоты, на фоне которого формируется хроническое воспаление, возможно образование опухолей. Кислая среда способствует размножению и выживанию вирусов и бактерий, паразитирующих простейших. Регулировать кислотно-щелочное состояние организма можно диетой. Однако многие диетологи рекомендуют использовать слабый раствор соды с добавлением лимонного сока. Что будет, если выпить слабый раствор соды? Человек не всегда может знать о том, что у него происходит изменение кислотности всего организма. Часто подобные симптомы рассматриваются, как результат переутомления или нервного стресса. Происходит следующее. Нарушается мыслительная деятельность, ухудшается память и сообразительность, человек становится невнимательным и рассеянным, хуже справляется с поставленными задачами. Отмечается частое развитие бактериальных и вирусных инфекций, обострение хронической патологии. Зубы подвержены кариесу, может быть парадонтоз, а кости становятся более хрупкими из-за остеопороза. Беспокоит тяжесть в области сердца и сердцебиения, не проходят головные боли, нарушен сон. Мышцы теряют силу и крепость. Возникают подкожные отеки, развивается ожирение, кожа выглядит вялой и усталой, изменяется цвет лица. Исправить появившееся нарушение, привести к ощелачиванию организма, восстановить правильную работу органов и систем может слабый раствор соды. Использование курсами слабого содового раствора постепенно приведет к улучшению общего самочувствия, будет способствовать похудению и выведению шлаков и токсинов из организма. Раствор соды стимулирует иммунитет, вызывает усиление защитных сил организма, способность противостоять инфекционным болезням, нормализует обмен веществ, повышает интенсивность метаболизма, активизирует мозговую деятельность, способствует налаживанию сна, укрепляет кости, ногти и зубы, способствует регенерации и омоложению клеток, уменьшает риск генетических мутаций, приводящих к онкологии, стабилизирует артериальное давление, приводит к нормализации сердечного ритма, повышается суточный диурез, проходят отеки, помогает людям склонным к укачиванию переносить длительные поездки, выводит из бронхов мокроту, уменьшает интенсивность кашля, справляется с изжогой тяжести в желудке, связанных с повышенной кислотностью желудочного сока. Перед тем, как продолжить видео, приглашаем подписаться на канал, чтобы регулярно получать сведения о новых выпусках. Какими свойствами обогатит щелочной напиток лимонный сок? Начнем с того, что лимонный сок придает содовому раствору приятный вкус и освежающий компонент. Но не только вкусовые качества улучшаются благодаря соку лимона, значительно увеличивается положительное влияние на организм, происходит усиление антиоксидантной и противовоспалительной активности соединения. Лимонный сок сделает содовый раствор не только полезным, благодаря изменению кислотности внутренней среды, но и добавит витамины и минералы в результате. Улучшится работа сердечной мышцы, станут более крепкими стенки сосудов, уменьшится вязкость крови, повысится интенсивность микроциркуляции. Станет более реальной профилактика атеросклероза в результате уменьшения концентрации холестерина в крови, оптимизации жирового обмена. Уменьшится риск развития мочекаменной болезни, формирование солевых отложений в мочевом пузыре и почках. Будет активнее происходить кроветворение, увеличится синтез гемоглобина, количество эритроцитов. Наладится пищеварение, станет активнее работать ферментативная система, лучше всасываться необходимые ингредиенты. Повысится чувствительность клеток к инсулину, глюкоза будет усваиваться лучше, что повысит энергетический потенциал и уменьшит риск формирования сахарного диабета. Значительно повысится работоспособность головного мозга и мышечной системы, появится уверенность в себе, восстановится психическое равновесие. Раствор соды с лимонным соком без применения дополнительных усилий будет способствовать поддержанию хорошей физической формы, поможет при стремлении к похудению, обережет от простудных заболеваний и инфекций. Такой коктейль поддержит на долгие годы возможность активно трудиться, избавит от преждевременного старения, сохранит внешнюю привлекательность и поможет противостоять хроническому воспалению и онкологии. Напишите в комментариях, как часто вы употребляете лимонный сок и пользуетесь для здоровья содой. Как правильно смешивать ингредиенты? Чтобы приготовить эффективный и полезный состав, надо смешать в 300 мл теплой кипяченой воды половину чайной ложки соды и сок, выжатый из половинки среднего размера лимона. Для начала в посуду надо выдавить сок из лимона, перемешать его с небольшим количеством соды и воды. При этом произойдет реакция, появится шипение и образование пузырьков газа. Когда реакция пройдет, смесь успокоится, вылить всю оставшуюся воду и высыпать соду. Для самого первого раза достаточно небольшого количества соды. На следующий день уже брать четверть чайной ложки, а начиная с третьего дня уже делать рекомендованную концентрацию, если, конечно, будет хорошая переносимость. Пить один раз в день, маленькими глотками и не торопиться. Весь раствор должен распределяться постепенно, тогда он максимально хорошо усвоится. Принимать содовый раствор с лимонным соком следует за 30 минут до еды, можно после физических нагрузок или интенсивных тренировок. Курс приема не ограничен, но надо делать перерывы. Диетологи рекомендуют чередовать прием в течение 14 дней с двухнедельным перерывом. По желанию, можно добавлять в напиток листья мяты или кубики льда. В каких случаях полезна такая смесь? Применять такой простой, но очень полезный напиток можно без всяких особых показаний, просто для профилактики закисления и для очищения. Особенно рекомендуется пить это средство. Тем, кто работает на пределе возможного, причем тратит большое количество как умственной, так и физической энергии. Спортсменам и людям творческих специальностей, руководителям и подчиненным, лицам, имеющим профессиональные вредности. Для поддержания хорошей физической формы, стройной фигуры в случае открытой борьбы с лишними килограммами и сантиметрами. Людям, желающим сохранить на долгие годы активность, не желающим старить, несмотря на календарный возраст. Если стали часто развиваться респираторные и простудные заболевания, имеется нарушение пищеварения, необходимо регулировать выведение шлаков из организма. После серьезных заболеваний, в период остынии и восстановления после травм и операций. Когда стало ухудшаться самочувствие, появились признаки нестабильной работы сердечно-сосудистой системы, гормональные расстройства, ослабла память, нарушился сон. В случае риска онкопатологии, если есть наследственная предрасположенность. Чередовать периоды приема такого состава с промежутками без него можно каждому, если нет противопоказаний. А ведь у каждого, даже с самого полезного рецепта, есть и побочное действие, и такие состояния, когда принимать его не стоит. Кому противопоказано? Начнем с того, что не все могут пить этот раствор, и не только потому, что он не нравится на вкус, а потому, что просто не подходит организму. Возможно, индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов или их сочетания. При использовании возможно появление дискомфорта в животе, слабости, неприятного привкуса во рту, головокружения, ухудшения самочувствия. Противопоказано употребление. При аллергии на компоненты, причем в любых проявлениях, появление сыпи на коже, крапивницы, затрудненного дыхания. Если понижена кислотность желудочного сока, диагностирован атрофический гастрит, то есть слизистая желудка истончена и нарушены ее секреторные возможности. Использование натощак, то есть утром перед завтраком, это может привести к нарушению в работе желудка и кишечника. Период беременности и кормления грудью малыша. Детям в возрасте до 14 лет. При выраженной почечной недостаточности. Склонности организма к алкалозу у людей, страдающих повышенным рвотным рефлексом, при надпочечниковой недостаточности. Употребляя любое средство, в том числе и содовый раствор с лимоном, необходимо отслеживать свое самочувствие и анализировать реакцию организма. Оптимально, чтобы не было неприятных последствий, посоветоваться с лечащим врачом.